Какие были люди раньше? Яркие стены, яркая мебель. Я бы не хотела, чтобы там грустили, чтобы там было все весело, чтобы там был дождь из фастфуда. Я бы хотела, чтобы там все было ярко и позитивно. Ну, я думаю, мне можно и это, и это. Привет! Сегодня у нас в гостях Венера. Она поставила себе целью получить золотую медаль в школе. Кто заставил тебя учиться на одни пятерки Венера? Сестра старше меня на год. И когда она ходила в школу, мне это стало интересно. И я решила, что я буду хорошо учиться. Мотиватор твой сестра? Наверное. А чем тебе важна медаль школьная? Мне это самое нравится. Наверное, это моя цель. А я знаю у твоих родителей, что ты очень настойчивая девушка. Наверное, да. Если я поставлю какую-то себе цель, я, наверное, ее добьюсь. Ну, расскажи мне, какую последнюю цель ты добилась? Допустим, хорошо закончить четверть прошлого. И у меня это получилось. Были сложности? Были. С каким предметом? Ну, я перешла в новую школу, некоторые книги стали другими. Программа немножко отличалась. Поэтому были трудности с историей и английским. А какие предметы ты больше всего любишь? Математика. Серьезное увлечение? Наверное. Да, мне нравится. Хорошо получается тебе? Да, мне нравится. Давай с тобой пофантазируем. Я видела один мультик, там с неба шел дождь из еды. Если бы у нас в городе пошел дождь из еды, какая это была бы еда? Какую бы ты хотела увидеть? Фастфуд. Дождь из фастфуда? Да. А если бы ты могла выбрать любое животное, на котором могла бы прокатиться, кто бы это был? Лошадь. Я на нем никогда бы не каталась. Это вполне осуществимое желание. Да. И этого даже никуда не нужно ехать. А ты когда-нибудь придумывала себе какой-нибудь новый мир? С новыми животными? Ну, с новыми животными нет, но новый мир возможно. Какие были бы в нем человечки? Я бы хотела, чтобы там все было ярко и позитивно. А еще что там интересного могло быть? Там не было грусти бы. Всегда было весело? Да, всегда было весело. Ты, наверное, выбираешь себе веселых друзей? Ну, да. И вы с ними хулиганите? Не часто, но бывает. А кто тебя больше всего в твоем хулиганстве поддерживает? Ну, я думаю, сестра. Она твой верный соратник, да? Да. Хорошо. А маму не поддерживает? Ну, поддерживает. Как она относится к вашим всяким разным хулиганствам? Ну, злобно, а иногда смеется. Сама к вам не присоединяется? Нет. Хорошо. Как ты думаешь, если бы твоя сестра предположила, что в будущем могут измениться разные цвета, да? Поменяться в моде какие-то цвета. Когда новые цвета появятся, какие у них будут названия? Я думаю, там будут просто какие-то цвета смешивать и придумать новые названия. Например, ну, взять, например, конец из одного цвета и начало из другого и смешать. Давай попробуем. Тогда возьмем желтый и, допустим, коричневый. Как будет звучать? Кориневый, например. Кориневый? Наверное. Корижевый? Корижевый, да. А если в будущем появятся всякие разные новые животные, какие у них будут названия? Я думаю, тоже будут животные как-то смешивать. Так. Ну, например, того, что, например, мы не представляем. Например, какое-то животное, оно будет ползать. Или будет пушистое животное ползать. Или, например, ну, допустим, лиса в виде зайца. Лиса в виде зайца? Да. Как назовем ее? Лисаяц. Лисаяц. Красиво. А у нее будет пушистый хвост и длинные уши? Думаю, да. Не будут уши ей мешать бегать? Нет. Они же по земле. Ну... Она их будет в узелок завязывать? Наверное. Красивая будет лисичка. Вот смотри, наш мир, он достаточно насыщен разными всякими изобретениями. Да люди все время что-нибудь придумывают. А как ты думаешь, каких изобретений нам не хватает сейчас? Что можно было бы еще придумать? Я бы хотела, чтобы, например, гаджеты не разряжали, чтобы, ну, вот, они всегда были при себе, чтобы они никогда не садились. Потому что они могут в любой момент понадобиться. То есть нужно изобрести такую батарейку, которая будет бесконечной? Да. Как мы ее назовем? Да. Ну, например, может быть такая модель телефона. Ну, допустим, бесконечность. Хорошо. Если бы существовала машина времени, ты куда бы хотела отправиться? Наверное, в прошлое. В прошлое. Что бы ты там посмотрела? Какие были люди раньше, какая у них была мода. Хотела посмотреть, как они живут и пожила бы их жизнью. Кого бы взяла с собой в приключении? Я думаю, я бы нашла там себе друга и его бы с собой взяла. Хорошо. Если бы у тебя была волшебная палочка, она могла бы выполнить любое твое желание прямо сейчас. Что бы ты сделала? Я, наверное, бы хотела такую палочку, например, чтобы можно было возвращаться в какое-то время и изменить, например, свой поступок. Потому что иногда бывает, что мы жалеем о своих поступках. Бывает, да. Ну, или там, например, стыдный поступок. Вот. Я бы хотела, чтобы его можно было изменить. Кажется, я тоже хочу такую волшебную палочку. Как бы ты описала дом, который ты бы построила для себя сама, где бы ты жила? Что это был бы за дом? Я думаю, он бы был многоэтажный. Так. Там бы было, опять же, все в ярких тонах. Там были яркие стены, яркая мебель, был яркий свет, много зелени. Я думаю, все. Так, ну, давай уточним про этажи. Сколько нужно человеку этажей для счастья? Наверное, два. Два, да? Достаточно. Да, достаточно. Хорошо. А сколько у тебя было бы комнат? Комнат 10. Это нормально. Да. Кто бы там жил, кроме тебя? Моя семья. Угу. У тебя есть домашние животные? К сожалению, нет. А кого бы ты хотела завести? Я бы хотела себе, наверное, хомячка, либо собаку. Угу. Хорошо. С собакой можно гулять. А что можно делать с хомяком? Ну, с ним можно по дому гулять. Как ты думаешь, что больше всего любит делать хомяк? Кушать. Кушать? Да. Почему ты так думаешь? Потому что у него всегда забитые щеки. Запасливый? Да. Угу. Хорошо. Я видела хомяков, которые очень пушистые. Видела таких? Да, наверное. Угу. А ты бы хотела себе гладенького или пушистого хомяка? Наверное, гладенького. Угу. За пушистым много ухода. Так, что нужно за ним делать? Ну, наверное, его нужно как-то вычесывать, чтобы не было много шерсти. Угу. А то всю клетку шерстью украсит, да? Да, это будет какая-то берлога. Угу. Я видела, что у хомяков есть специальные такие игрушки, в которых они залазить и бегают. Колесики. Видела? Да, видела. Как ты думаешь, зачем он это делает? Почему он все время бегает? Ну, потому что, я думаю, ему не хватает пространства. Угу. И хочется где-то поноситься, да? Да, побегать. Угу. А ты бы для своего хомяка пространство побольше сделала? Да. Я бы ему отдельную комнату выделила. В своем 10-комнатном доме? Да. Ну, счастливый хомяк. Я думаю, ему было бы там очень хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а если бы ты могла полететь в космос, на какую планету хотела бы слетать? Ну, наверное, которую бы придумала бы сама. Какая она была бы? Ну, либо же на Венеру. Так, хорошо. Венера. Почему? Потому что меня зовут так. Угу. Ну, а планету имени себя слетать, да? Да. А если бы ты придумывала планету, какая она была бы? Тоже ярко. Угу. Я бы хотела, чтобы на ней можно было выживать, жить. Угу. То есть там должно быть что? Там должен быть мой дом. Угу. Угу. Наверное, там... Я бы не хотела, чтобы там грустили, чтобы там было все весело, чтобы там был дождь из фастфуда. Угу. Хорошая планета. Да. Если придумается и откроется, зови в гости. Хорошо. Спасибо тебе за беседу. Хорошего тебе дня. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин